Всем привет, дорогие мои друзья и хорошего вам настроения. Я снова рад с вами встретиться в этой замечательной игре, которая называется Tower Conquest. Защита башенок. Ну что ж, давайте начнем. Мы, пожалуй, с вами... Да, мы начнем, как обычно, ребят, с друзей. По-моему, у меня сейчас тут сундук. Я специально его не стал открывать, да, именно для сегодняшнего видосика. И давайте посмотрим, что у нас здесь появится. То есть, что мы здесь с вами получим из этого сундучка. Сундук друзей, как-никак. Ой-ой-ой, ты посмотри, 63 карточки, ребята, моей любимой богини света. Спасибо вам, друзья. Спасибо, что вы у меня есть. Спасибо, что вы мне присылаете подарочки. Я это очень ценю, я признателен. Ребята, я всегда вам тоже отправляю. Ну что же, поехали дальше. Так, и у нас с вами тренировка. У нас... Оу. Ого, все завершено. Нет, не все, ребят, к сожалению, не все, но тем не менее. Так, смотрим, что у нас по магазину. По магазину все пока кисло, поэтому ничего мы здесь трогать не будем. Но смотрите, у нас, ребята, что-то, по-моему, новенькое здесь открылось, да? Что-то есть. Ух ты! Это у нас зомби, который прикрывается могильной плитой. Он у меня получает вторую, ребята, звезду. Конечно, будем развивать. И смотрите, у него спецвозможность появляется. Каменный поток называется. 5%, не знаю, что это. Так, выбрасывает надгробную плиту, типа, у врагов, которая наносит урон. Одним словом, скажем так, он бросается плитой, которая дамажит. Вот так вот будет проще. То есть, получается, что он у нас не танк, он у нас стрелок. Так, что ли, получается? Слушайте, нет, 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 ребята, он у нас танк. Просто у него спецвозможность, когда она может сработать, он может бросить плиту. Шанс 5%. Вот так вот будет правильнее всего сказано. Ну что же. О, да, конечно же, конечно же, ребята. У нас ежедневное испытание на друидку. Естественно, я буду... Так, секунду, а мы сможем? Сможем ли мы здесь ядрить тебя на корень? Да ладно, вы издеваетесь. Маг, 4 звезды, 50 уровня. Ну ладно, вот это вот, в принципе, старая шайка-лейка, да? Но друидка, кстати, у нас есть возможность посмотреть ее, что она делает. Вы писали, что она выставляет сферы на усиление, на атаку, на скорость там. В общем, давайте смотреть. Естественно, я выбирать буду свой составчик, которым я всегда рулю. Я, наверное, уже прижрался вам именно этим. Но, ребята, пока не могу найти никакой альтернативы. Да, если честно, даже не хочу, потому что... Стоит ли менять, как говорится, шил на мыло? И, как я правильно понял, ребята, вы сюда писали, что здесь должен быть босс. Все, я понял, что здесь должен быть босс, ребята. Не разрывайте мне, пожалуйста, там комменты. Так, ну что же, давайте выберем нашего дедулю. Да, дедушка будет, наверное, здесь в самый раз. Хотя, я очень уверен, что до него никогда здесь дело находить-то и не будет. Фух, поехали. Сейчас будет, думаю, ребята, весело. Друидка, не знаю, что она себе представляет, как с ней бороться. И сможем ли мы ее вообще увидеть сегодня? Так. Берем, естественно, ребята, преимущество в наши руки. Так, 500 маны, что, что? Посмотри, он никого не вызывает, ребята. А, вызвал, вызвал. Хорошо. Так, давай вот так. Ай, копейщицу. Почему копейщицу именно, а? Он стал вызывать. Она сейчас, конечно... А, нет, все хорошо, все хорошо, ребята у нас. Я накопил себе, ребятушки, на деда. Я вот думаю, есть ли смысл... Так, маг. Маг, отвали. Блин. Есть, ребята, есть смысл вызывать деда. Так, маг, пошел отсюда. Ха-ха-ха-ха. Вот так вот. Сейчас дедушка-то разберется с вами там. Проучит, так сказать, всех. Хотя он может сейчас вызвать друидку. А что она будет делать, я не знаю. Да никого он тут, по-моему, уже не вызовет. Извините, ребята, но вот так вот. Вообще изи. Просто легко и просто выиграли, ребят, с вами. Он даже просто не сопротивлялся. Видно, увидел моего деда. И сразу же наложил штаны и сказал, да ну его нафиг этого Рея. Ха-ха-ха. Лучше я так знамся. Ха-ха. Да, ребята, 22 карточки друидки мы с вами зарабатываем. Но это еще не все, естественно. Мы будем с вами дальше, дальше делать бой. Как говорится, все свои три попыточки будем реализовывать. Так, что у нас там? Там будет у нас, по-моему, 11 карточек уже разыгрываться, да? И в последней битве 8 или 6. Так. Ну что, давайте возьмем, наверное, опять деда. Мне дед нравится. Очень хорошо он дамажит. Да и по ХП он довольно крепкий парень. Но зато он легко станется, легко сдувается, ребята. Ну и, конечно, самый большой его, как говорится, недочет это медленность. И он очень медленно ползет. Так. Нет, ну как медленно? Если брать богиню света, то это вообще еле-еле, как черепаха двигается. Так, опять старая школа, да? По старой схеме? Ха-ха. Точно, ребята, все идет у нас по старой схеме. Так, ладно, будем копить теперь уже на деда. Ах, сейчас же выйдет маг. Да-да-да, сейчас будет маг тут бомбить. Вот он и маг вышел. Ой-ё-ё-ё-ё, я сижу расслабился, ребята. Как же так? Ну, ну-ну-ну-ну, давай-давай-давай-давай-давай. Ой, как же он силен, как же он силен. Ну, все. Поехали. Опа. Они не ожидали просто, да, что я фаерболта выпущу в них. Все, дед идет на расправу, ребята. Я даже еще вот так вот ускорю. Ха-ха-ха. Ну, бьем, 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 ребята, базу бьем. Ай, красота. Отлично. Ну, что же, мы с вами зарабатываем сколько? Еще. Еще 12 карточек. Ха-ха. Ну, ладно, так что быть, ребята, я пойду в последний раз за карточек схожу. Я еще раз говорю, ребята, если кто-то, кому-то это не нужно, ну, кто-то не хочет это смотреть, вы можете это промотать делаю. Как говорится, я не заставляю вас смотреть, просто мне самому нужно это, понимаете. Вы еще потом спасибо скажете, что я набрал эти карточки, что у меня есть такие герои, что я могу дать. Вы прекрасно знаете, что у меня впереди ожидаются враги 55-56 уровня. Естественно, я их брать не буду, вот этих вот друидку нераскачанную, все. Но, по-моему, уже опыт за это идет, за то, что я дерусь. Ведь опыт идет, поэтому, ребята, чем больше опыта у меня, тем быстрее я получу новый уровень. Так что, ребятушки, игнорировать это просто-напросто и халявную карточку, и опыт, я думаю, что это безумие просто-напросто. Так, ну что? Ну да-да-да-да-да-да, я помню, помню, помню. Так, все у тебя, как всегда, ребята. Вызывает паладина, вызывает копейщика, а мы также вызываем голема, циркулярку. Так, тихо-тихо. Пока не будем ничего, ребята, делать, пока не будем. Так, я не упал, а почему маг не упал, а? Циркулярка, ты слаба, ты слаба. Так, давай. Я сейчас фаербол, ребята. Фаербол полетел, есть. Вот тебе и куя, вот тебе и куя. Блин, ребят, ну, как я вам и говорил, что нам, видимо, не дано посмотреть на друидку. А я хотел, я хотел. Ну, специально, конечно же, я не буду ее дожидаться. Мне, как говорится, это ни к чему. Но хотелось бы, конечно. Ладно, ребята, все. Три попытки мы с вами израсходовали. И отправляемся уже на сюжетную линию, ребята. Семь карточек. Как-то странно дают. То шесть, то восемь, то семь. Как хотят, так и дают. Ну что? В рейтинге на арене мне, по-моему, делать нечего, да? Там шестидесятый уровень. Ой-ой-ой, даже шестьдесят третий. Офигеть. Так. Ага, я могу прапать. Давай я прапаю. На один разик всего лишь получилось сапнуть, е-мое. Ну что же, в бой. В бой, ребята. И у нас с вами... Ах, это даже первая карта. Да-да-да, мы только сюда, по-моему, с вами попали. Ну что же, и у нас здесь армия пришельцев. Ладно, мы будем с вами... Драться, пожалуй... Нет, я возьму вот этих вот, слабеньких пока. Да. Именно этим отрядиком я должен тут разрулить всю ситуацию. Поехали. Так, кто у него там? Причелец паладин, да? Ой, какой паладин? Жаба воевая. Так, давай мы вот так вот сделаем. Сейчас стопуло, он вызовет своего... Нет! Ага, вот-вот-вот-вот. Похищай, похищай. Бэм! Ох, ты, ты посмотри, ты посмотри, как он хитро сделал. О-хо-хо-хо-хошечки. А ну-ка, давай, ребята, вот так вот попробуем. Да-ха-ха-ха-ха. Вылетел, да, пришелец? Попал, как говорится, под горячую руку нам. Он, короче, инопланетянин похитил моего воина, юнита, да? И переделал его против меня же. И выпустил. И сразу же захватил следующего. Вот в чем была, ребята, тут загвоздка. Е! Завалили. Так, квест завершен. Командир. Это, конечно, все хорошо, но... Нам надо с вами двигаться дальше. Здесь добавляется воблер. В принципе, я думаю, ничего сложного нету. Главное, не подставляться, ребята, под удар именно этого мелкого пришельца. Потому что... Он ворует наших элитных воинов. Поэтому лучше выпускать всегда вот этих вот маленьких, слабеньких. Пускай лучше он их возьмет. Чем того же самого паладина. Похищает. Похитил, да, похитил. Ну и фиг с ним. А мы вот так вот с вами делаем. А если бы я вызвал бы паладина, ребят, согласитесь, было бы в два раза обиднее бы, что он его похитил. Так, ну давай, 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 давай. Поехали. Не получилось похитить пришельц чертов, а? Будешь знать наших. Так, хорошо, идем. Давайте еще, наверное, палыча вызовем. Вот так вот. Ну, е-мое. Кого он там похитил, я не понял. Не увидел, ребята, кого он там умудрился похитить. Да это, в принципе, уже и не важно. Тут победа все равно должна быть за нами. Тэнс. Да-да-да-да, именно так все и будет. Давай-давай-давай с разгону. И даже не понадобилось. Отлично. Очень хорошо мы с вами идем. Так, третья карта, да, ребята? Блин, я сейчас только что посмотрел по времени. А мне уже надо на работу собираться, елки-палки. А игра только началась в самом, как говорится, разгаре. Так, 49 уровня. А как это, интересно, он сюда? В 51-й и 49-й воткнул. Как-то не пишется в эту вот всю систему. Ладно, ребята, мы с вами пойдем. Пойдем, 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 пойдем. Это стрелок. Стрелок, да, ребята, я помню. Давайте тогда возьмем, наверное, вот эту вот пачку. Попробуем сегодня разрулить ей. Так, стрелок, он у нас что? Когда стреляет, он, по-моему, отталкивает или станет? Точно не помню, по-моему, в стан загоняет. С какой-то определенной там процентовкой. Так, хорошо, ладно, будем ждать, ребята. Сейчас полетит наверняка пришельец. Он, смотри, он ждет до последнего, ребята. Он тоже не вызывает пришельца. Ой, что? И какого здесь? Зачем я так сделал? Ну, вылетай, где там? Не вылетай, это странно. Очень странно, ребята. Не вылетает пришельец. Во, 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 летит. Явился, блин, не запылился. Так, хорошо, ладно, ребята. Заодно проверим, как... Слушайте, ну хороша, хороша вот эта вот... Воин-маг. Так, хороший. Он встанет, да, ребята? Это вояка-стрелок, он... Нет, нет, ну почему? Оп, и против меня, да? Ха-ха, мы подбились, блин, и освободили свою... Своего этого юнита из лап этого пришельца. Он не успел, как говорится, ее... Как сказать, переманить на свою сторону. Да, ребята, за это он и поплатился. Да, конечно, так и есть. Ух, хорошо. Предпоследняя миссия, ребята. Здесь у нас добавляется... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Как ты сейчас будешь мне компасировать мозг своей вот этой улиткой? Ой, компасер-то, а? Улитка, не забывайте, ребята, когда у нас юниты стоят... Очень много юнитов стоит в одной точке, и взрывается улитка. Она наносит урон абсолютно всем. Абсолютли. Так, скажем. Поэтому желательно, чтобы они шли... Так-так-так-так-так-так-так, куда-куда-куда-куда? Улиточка, куда она разогналась? И причем довольно нехилый урон она наносит. Сами вы прекрасно видите? Так, ну где там твоя... Это... Кикимора-то летающая. Я же знаю, что должна появиться буквально секунду на секунду. Не хочет. Во, 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 появился, появился. Похищает? Забрал, ребята, моего полудохлого самурая. Ой, дурень. Ладно, нам только на руку это все. Тихо, тихо, тихо. Выжили. Выжили? Молодец. Блин, ну этот воин-маг, он довольно крепкий. Я думал, что будет слабее. Причем, не забываем, ребята, что она у меня не прокачана по фуллу. Блин, похитил гад. Ну, за это и поплатится своей базой гад. Хе-хе-хе. Слушайте, я буду, наверное, брать в пачку вот эту вот девочку. Воин-маг. Слушайте, мне кажется, надо раскачать еще кого-нибудь. Изнежите кого мы можем? Ведьму. Но у нее, видишь, мало звезд. Нет смысла. Здесь три звезды. Хотя у нас... А, друидка, да. Друидка тоже отстает. Ладно, будем пока играть так. Мы дождемся, ребят, того момента, когда у нас будет достаточно карточек, когда будут три звезды. То есть на три звезды героя уже можно брать. Он довольно хорош. То есть, ну... Между третьей и четвертой звездой не такой уж большой разрыв. Это, конечно, третья и пятая. Там, да. Там существенно. Ну, мы прекрасно знаем, что пятизвездочных героев у меня пока нету. Да, да, да. Куда? Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Похитит, похитит. Фу. Хотя бы так. Да чтоб... Ой, да... Дамаг нанесли, ребята, базе. Вот так вот. Ты видал, как хитрожопанского он сделал? Гад этот. Вот. Всё. Моё терпение кончилось на этом. Ой, стрелок. Да-да-да, конечно. Ага. Улитка, блин. Есть. Улитку мы разбомбили. Блин, ну как же так, а? Получили урон. Если бы у меня немножко поближе бы лучница стояла бы, конечно бы волной бы не зацепила бы. Так, а тут у нас последняя... Ёлки-палки, я сидел тут сопли на кулак наматывал. Он же босса вызвал. Ёппа, РСТ, ребята. Вот лопух-то. Вот я лопух. Постоянно так сижу, рассусоливаю, обдумываю свои стратегические, блин, планы. А в этот момент меня просто-напросто разбирают. Ой, дурень. Ну ладно, будем надеяться, будем надеяться, что мы здесь... Да чтоб тебя, блин! Сраный похититель, а! Так, ладно, попробуем. Блин, как он меня бесит. Он встан вгоняет, ребята, моих бойцов. Так. Так. Отлично. Отлично. Ух, крутенько, крутенько получилось. Единственное, не крутенькое, что у нас все-таки нанесен урон по базе. Вот это не крутенько, не шиша. Да, ребята, красава, красава вот этот вот юнит новый. Я очень доволен, но недоволен, что мы с вами прошли прошивенько. Так, ладно, посмотрим, кто у нас здесь. Так, шесть пришельцев. Ну ладно, сгодится. Мы будем переходить, ребята, с вами на следующую? Или все-таки здесь? Я думаю, надо пройти здесь, да? Чистенько, чтобы все было у нас аккуратненько. Так, выберем. А если я... Так, так, так. Давай попробуем, ребята. Энергии дофига еще. Тем более, мне сейчас уже надо будет скоро закругляться буквально с минутки в минутку. Мне надо быстренько, ребята, все это сделать. Прозевал я как-то этот момент. Думал, успею, но время бежит неумолимо. А тем более, когда ты играешь в какие-то игры. Вы сами это прекрасно знаете. Так, ну что, вызываем, наверное, циркуляру. Да? Давай, давай, давай. И големчик, атак. Ха-ха-ха, он даже не смог, ребят. Пипец. Пипец. Он, естественно, не смог забрать моего пришельца. Ой, пилораму, но зато он захватил моего голема. Пошел отсюда. Так, нам нужно, ребята. Отлично. Отлично. Так, вызываем деда, ребята, вызываем деда. И наказываем. Все. Так, следующему меня давайте циркуляру вызовем. Потому что я... Я боюсь, сейчас будет тут заваруха еще так. Да, он вызвал. Ой. Дедушка, а ты мне сможешь подойти-то? Оттуда. Заморозим, заморозим. Хе-хе-хе-хе-хе. Вообще шикарно получилось. Ой, дедуля. Молодец. Молодец. Просто урыл и не поморщился этого вражеского босса. Абсолютно победа, ребята. Абсолютно. Есть. Конкретно мы сейчас взрючили врага. Просто. Я ожидал, что так выйдет все. Ну что, ребят, давайте пока есть еще пару минутчик. Попробуем здесь замутить. Тут у нас люди. Фракция людей. Поехали. Блин. Ну так, я не знаю. Можно, конечно, сделать одну вещь, ребята. Завершить, например, сейчас. А уже после работы я, например, допишу. Объединю эти серии. И выставлю вам на показ. Хотел сказать, пишите мне в комментариях. Иди отсюда, древесина. Так. Деревенщина. Пошел, говорю. Да ладно. Что, вот так вот и здесь, что он проиграет? Да, ну быть так он может. Я же говорю, вызовет своего пауча. Но все равно это ему не поможет. Я вызову ниндзю. Мы порвем сейчас его просто-напросто. И я еще вот так сделаю. Бам. Глодубай. Так, ну что. Довольно быстро. Довольно быстро мы с вами прошли. Давай посмотрим, кто здесь у нас добавляется. Так. Копечца. Слушайте, я думаю, что в следующем этапе добавится грифон. И вот тогда я буду чесать голову. Кого бы нам взять? Ну, в принципе, ниндзя здесь должна неплохо справляться с грифонами. Но, как показали предыдущие, ребята, у нас серии, что грифонка всегда бьет по ближней цели. А грифон у нас обычно стоит позади танков. Так что... Маловато шансов у нас, конечно, на то, что она будет справляться с грифонами. Какой-то шеф-потреб вызвал здесь, да? Смотри. Кристиан... Оу, копейщица. Очень много копейщица у него. Смотрите. Почему ты так решил вдруг сделать? Не понимаю я тебя, дружище. Ай, хорошо. Просто замес идет. Конкретный причем. Все. Падает враг. Ну, а мы с вами переходим на следующий этап. Слушайте, может быть, я успею все-таки здесь за ру... Вот, вот, ребята, о чем я вам и говорил. Вот и грифон, пожалуй, в гости. Блин. Ну, ладно. Ладно. Будем стараться. Грифон, по-моему, 51 уровня. Не так страшен. Куда? Вот куда ты шалопай разогнался, а? Куда я тебя спрашиваю? Такой олух. Давай циркуляру вызываем. Ой, зря я ее вызвал, ребята. Зря. Хотя нет. Хотя нормуль. Так, обязательно вызываем нашу Нинзю. Так. Вызываем еще одного голема. Так, фаербол мы придержим с вами. Так, подожди-ка, подожди-ка. Фаербол, блин. Ну, где, где грифоны-то? Я не вижу грифонов, ребята. А вот и грифончик появился. Оп. Покеда. Е. Слушайте, на одном дыхании буквально, ребята. Я прошел этот уровень. Слушайте, есть вероятность, что мы все-таки сможем с вами пройти. Так, здесь. А здесь грифона нету, поэтому давайте я попробую вот этой почулить играть. Так, если мы здесь разрулим. В последнем этапе стоп-дово появится грифон, поэтому я возьму предыдущую пачку. Да. Будем так с вами делать. Ну. Что-то, что-то тихорит. Что-то тихорит, ребята. Неспроста, неспроста. Где твой палыч? Вот, и палыч появился. Так, а мы с вами давай вот так сделаем. Крестьянин, елки-палки, куда ты лезешь, а? Блин, вот жук. О, у него тоже лученький. Елки-палки, ребята. Да ладно, хорош. А если так? А? Если так? Что сразу сморщился? Что сразу сгрустнулось-то тебе, родной мой? Я знаю, не нравится, а фиг ли поделаешь. Он своим спамом достанет, ребята. Своими вот... О, вот. Вот кто мне нужен, ребята. Да-да-да. Именно воин-маг. Ну, покажи им, где раки зимуют. Слушай, очень хороший, очень хороший дамаг наносит этот воин-маг у нас. Блин. Так, а я вот так сделаю. Ой-ой-ой, не надо, не надо кучникам, не надо. Заморозочка. И все. Адьюс, амиго. Так, и, конечно же, ребята, разбер... Нет, не разбираем еще. Хотя, что не разбираем? Все у нас разбирается. Е! Слушайте, нравится, нравится мне вот этот новый юнит. Очень нравится. Есть смысл подраскачать ее, эту девочку. Так, ну что же, как я вам говорил, здесь у нас открывается грифон. Поэтому мы с вами выбираем вот эту вот пачулю. И я думаю, что все-таки здесь разрулим. Здесь пастырь. Здесь лучник. И здесь грифон. Ха-ха, лучник и грифон. Конечно, нембово получается у него. То есть он прикрывается дальними атаками. Причем довольно конкретно. Будет этими спамить, да? Этот будет у нас держать стеной. А эти будут сзади спать, тяжко крякать. Плюс еще выйдет бишоп. И будет их, естественно, усиливать и подхиливать. Ладно, попробуем, ребят. Что мы тут, рассусоливаем все? Я приблизительно уже вижу эту картину. Как это все будет выглядеть. Главное нам вызвать, ребята, деда. Если мы деда вызываем в первых рядах. Ну, я имею в виду в ближайшие сроки. То исход войны, конечно же, будет на нашей стороне. Если не успеваем, то тут уже непредсказуемо, ребят. Тем более не забываем, что у него колокол. Который наносит урон. Ну, колокол я имею в виду башня. Так, давай-ка мы вот так сделаем. Я обрань его вызову, ребята. А если вот так сделаем? Бам! Хоть немножечко, ребята, его оглушить. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот не думал я, не думал я, что грифон... Да ладно! Вот это вот нежданчик. Вот это вот... Ну, давай, ну, накрой ты их. Медным тазом обоих сразу же. Бум! Шикарно. Так, надо вызывать нежел. Ёлки-палки. А вот, ребята, и Бишоп. Вот и Бишоп появился. Слушай, мне нужно, чтобы дед-то мой выжил. А ну-ка. Вот так. Хотя бы, хотя бы, ребята. Заморозка! Е! Вот так и нету Бишопа. Как будто его здесь вообще не было. Не существовал он. Дед, 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 вся надежда только на тебя. Я понимаю, что у тебя мало здоровья, но... Если ты упадешь, это будет плохо для меня. А он не упал. А он не упал. Он доказывает, что он на самом деле очень и очень мощный и сильный юнит. Да, ребята, я нас поздравляю с этой победой. Великолепно! Я бы даже сказал, что я больше боялся, чем уверен был в нашей победе. Но, тем не менее, мы выиграли здесь. И получаем... Ну, что здесь могу сказать? Вот лучик меня интересует. Копейщик и деревенщина, конечно же, нет. Так, ребятули, сейчас мы посмотрим, сколько у нас тут натикало времени. Так, блин. Поджимает, поджимает. Но я думаю, что еще все-таки пару боев должен успеть. Так, а здесь у нас нету магии. Здесь. Давай здесь вот. Давайте сольем вот эту, наверное, последнюю нашу магию, ребята. И я буду спокойненько закругляться. Так. Блин, все-таки классный вот этот вот воин-маг. Не зря мне писали в комментариях, что она наносит больше дамага, чем написано на самом деле. Спасибо вам, ребята, за рекомендации, за то, что вы мне пишете, много чего советуете. Естественно, я всегда пробую, испытываю, проверяю, убеждаюсь на своем опыте. Это касается практически всех игр. Так, тихо, 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 тихо. Единственное, что могу не делать, когда вы мне рекомендуете взять такую-то или такую-то пачку, потому что в тех пачках, которые вы мне заявляете, у меня непрокаченные бойцы. Это касается, ребята, и нити черепашек, это касается и этой игры. Понимаете, нет смысла брать в пачку нераскачанных юнитов. Понимаете? Как бы и вам неинтересно будет, и я буду терять просто энергию зазря. Поэтому всегда вот беру прокаченных по максималке юнитов к себе в отряд. Так, отлично. Ну что, я могу сказать одно. Базе хана, ребята. А базе будет хана сейчас. Ну что вы так... Чего вы так долго-то, е-мое? Вот, вот она победа. Ну что же, ребята, по-моему и все, да, у нас. По-моему, да, манны больше не осталось. Здесь... Нет, у нас манна осталась вот здесь вот. Но мы не сможем победить. Во-первых, здесь летающая мышь 53-го уровня. Соответственно, у меня нету дальнего боя. Мы ее достать не сможем. Плюс здесь стоит некро, который будет нас просто выносить своими скелетиками, колобками. Зомби, которые будут постоянно при спаме тут бегать, бомбить. Мы из-за одной мыши только сможем с вами проиграть. Поэтому, ребятули, давайте, наверное, мы с вами будем закруляться, да, на этом. Я считаю, что сегодня нормально мы порулили. А в ближайшее время, когда я приду, мы, естественно, с вами продолжим играть в эту замечательную игру. Так что, ребятушки, всем пока, всем удачи. И до новых скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»